В один из рабочих дней в магазин «Бренд», который расположен на улице Промышленной, зашла женщина. По словам продавцов, она представилась начальником Роспотребнадзора. Осмотрев уголок потребителя, указала на его недостатки. По ее мнению, он не соответствовал необходимым нормативным требованиям. Зашла женщина в магазин, показала удостоверение, представилась начальником Роспотребнадзора. Стала проверять уголок потребителя, потом предлагать сертификат, потом сказала, что в 2013 году новое положение, что мы должны документы прикупить, чтобы там закон вышел, чтобы мы были в курсе всего. Сертификат мы должны проплатить, цена сертификата стоила 1500. В случае отказа от приобретения предложенных ей документов, дала понять, неприятности последуют тут же. Что если вы не купите, то ей не важно даже было, что придет директор, не придет, она даже могла без него. То есть она оформит акт и отнесет налоговую, чтобы нас наказали, поставили на учет. Когда мы это все услышали, мы позвонили к нашему директору, она поговорила с директором, и дали добро на сумму, которую должны были проплатить. Такая якобы проверка коснулась не только магазина «Бренд». Так, в 2010 году в одном из магазинов торгового центра на улице Астраханской были предложены хозяину магазина за 1000 рублей для оформления уголка потребителя закон Российской Федерации о защите прав потребителей, правила продажи отдельных видов товаров, хотя эти же документы можно приобрести в книжных магазинах или на сайте. Причем, заметим, совсем за другую цену. К нам обратились группа предпринимателей о якобы проводимых проверках Роспотребнадзора. Приходят на объект неустановленные личности на сегодняшний день, представляются сотрудниками Роспотребнадзора, предъявляют служебное удостоверение, начинают проводить проверку якобы по каким-то предписаниям, подводят людей к уголкам потребителя, заявляют, что данные уголки потребителя не соответствуют необходимым нормативным требованиям. Роспотребнадзор к данным мероприятиям никакого отношения не имеет, а проведение проверок, вы знаете, сейчас осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, закон 294, который регламентирует все проверки, о которых вы узнаете, если плановая проверка практически в начале года, потому что это вывешивается на сайте Генеральной прокуратуры, на сайте Роспотребнадзора. Если это внеплановая проверка, обязательно идет уведомление Роспотребнадзорам за один день, то есть обязательно вы уведомляетесь за один, за три дня. Будьте, пожалуйста, бдительны, а данная информация мною передана в прокуратуру города-курорта Анапа для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования.